всем привет с вами дмитрий и это техно новости сегодня в выпуске управление домом со смартфона клон йота фон новые процессоры от amd системы умный дом всегда смотрятся очень интересно но позволить себе такие технологии может далеко не каждый новая разработка компании хэк эйджо labs как раз и призвана дать возможность управлять домашней электроникой по доступной цене девайс под названием хук сможет подключить бытовые приборы и освещение к интернету для этого потребуется использовать специальный адаптер для розеток или патрон для лампочек после этого электроникой можно управлять с помощью приложения для смартфона интересным отличием системы является то что она использует уже существующие адаптеры для розеток и ламп для которых предусмотрена возможность регулировки с пульта дистанционного управления приложение хук позволяет клонировать команды пульта и после этого адаптерами можно управлять со смартфона из любой точки мира приложение для управления хук есть на ios и на android и позволит управлять всеми подключенными адаптерами назначать им имена более того приложение будет напоминать о потушенном свете и не выключенном утюге проект хук собирает деньги на массовое производство в рамках краудфандинговой площадки кикстартер за пожертвование в 40 долларов можно будет получить собственный хук а за 85 долларов желающий поддержать проект получат сам девайс 5 адаптеров для розеток и три патрона для лампочек цена получается очень приятная мало кто будет спорить с тем фактом что в недалеком будущем некоторые рабочие места и профессии станут под угрозой исчезновения благодаря разбивающиеся семимильными шагами робототехнической сфере конкуренцию которым в скором времени смогут составить крошечные роботы вроде тех что разработала группа европейских ученых специально для международной конференции робототехники и автоматизации которая будет проходить с 26 по 30 мая в американском городе сиэтл и если судить о потенциале этой разработки то эти созданные малыши могут намного эффективнее выполнять поставленную задачу парковки и даже справляться с такими случаями когда человек-парковщик может оказаться бессильным разработанные роботы способны пока передвигать автомобили весом до двух тонн система сначала сканирует область и ищет потенциальные препятствия которые могут встретиться на пути роботов затем главная транспортировочная база высаживает небольших роботов которые самостоятельно приближаются к автомобилю и начинают его транспортировку здесь правда следует отметить что несмотря на всю прелести открывающиеся возможности при сложных парковочных условиях данные роботы были разработаны специально для правоохранительных служб официальный сайт сообщает что система аверт может быть предназначена для помощи полиции в транспортировке подозрительных автомобилей припаркованных рядом со зданиями и другими многолюдными общественными местами и дальнейшей их проверки на взрывчатые вещества сейчас же создатели являются частыми гостями различных роботизированных выставок компания rockstar games начала банить моды в игре gta 5 волна запрета использования модов вызвала среди геймеров смятение по поводу правомерности использования тех или иных модификаций в настоящее время геймеры не могут зайти в многопользовательский режим gta 5 из-за использования любых модификаций под запрет бесспорно попадают моды которые позволяют геймерам получить неуязвимость бесконечные патроны и перезарядку также в список попали модификации которые могут повлиять на геймплей игры пользователи таких модов могут быть забанены в gta онлайн рокстар стала банить моды было лалалалалалалалалалалалах приуныло-школота раньше ты был супервогом пала лалалалалалалалалалалапом Китайская компания Siswo представила новый смартфон R9 Darkmoon, который все прозвали не иначе, как клон-йотафон. Конструкция идентичная, два экрана, обычный ИЕ-Инк. Там, где жидкие чернила, диагональ 5 дюймов, а разрешение 960 на 540 точек. Ключевая особенность, как вы поняли, низкое энергопотребление. Что касается фронтальной панели, это традиционное 5,5 дюймовое решение с Full HD разрешением. Приятный бонус, устройство с обеих сторон защищено стеклом Gorilla Glass 3. Корпус изготовлен из металла. Другие характеристики не менее любопытные. Сердце девайса, чип от Mediatek MT6752 с 8 ядрами. Работает на частоте 1,7 ГГц. Ещё R9 Darkmoon хвастает двумя камерами. 13 Мп и 8 Мп. 3 ГБ оперативной памяти. Постоянной памятью объёмом 32 ГБ. Батареей на 3000 мАч. NFC, LTE, а также модулем беспроводной зарядки QI. В роли операционной системы выступает Android 4.4.3 KitKat. О цене и дате релиза информации нет. Но уже ясно, что благодаря столь ёмкой батареи это не клон Йотафон, а его убийца. Многие ждут чего-то нового от AMD. Вот и первая ласточка будущих процессоров. В интернет утекла блок-схема, показывающая расположение блоков процессоров поколения Zen, которые должны появиться в 2016 году. CPU с 8 ядрами. Будут выполнены по схеме из двух блоков. В каждом из которых будет 4 ядра. Соответственно, серверные процессоры Apteron будут иметь 8 блоков, что в сумме даёт нам 32 ядра. На схеме видно, что каждое ядро будет оснащено своим кэшем второго уровня. А вот кэш третьего уровня будет общим. Объём кэша второго уровня равен 512 кБ для каждого ядра. А общий кэш третьего уровня равен 8 МБ. Предполагаемый уровень тепловыделения старших моделей может быть равен в пределах 140 Вт. Хотя, учитывая 14-нанометровый техпроцесс, это действительно много. 32-ядерные версии смогут работать с 256 ГБ памяти DDR4. На этом всё. Приятных майских праздников! Если хотите, мы можем выходить и в праздники.